Касательно прослушки, которую нашли в потенциальном кабинете, в помещении, где должен был находиться и работать, я так понимаю, Валерий Залужный. И я не хочу вас спрашивать о том, кто установил эту прослушку и так далее. Я хочу спросить, как это в целом происходит, кто за этим должен следить, как ведут себя люди, которые это делают, как они это делают. Мне кажется, это очень интересно. Не могли бы, пожалуйста, рассказать, как это все устроено? Да, это идет война. И когда идет война, то, естественно, противнику важно знать, что происходит в кабинетах по ту сторону фронта, особенно в кабинетах главного политического руководства, то есть, грубо говоря, на Банковой, что происходит у Зеленского, и что происходит в Генштабе и в Главном управлении разведки. И, соответственно, в командных пунктах, значит, у главкома, а также у командующих родами войск, командующих направлениями и так далее. Как дальше конкретно кому где подсадить жучка – это вопрос техники. Причем вопрос техники довольно серьезный, потому что на самом деле это непросто сделать. Ну, грубо говоря, естественно, не надо вербовать никакого начальника, достаточно вербовать любого человека, который работает просто техническим персоналом в этом месте, в охраняемом. И дальше основы вербовки здесь, может, совершенно разные. Кто-то за деньги, кто-то за идею какую-то, кто-то просто непонятно, кто-то на компромате, можно его подсадить. То есть, в этом смысле это очень широкая вещь. Но главное, что это должен быть человек, который имеет доступ в коридоры, закрытые для простого человека, и где принимаются значимые решения. Вот это, значит, механизм такой самый общий. Дальше, естественно, с вашей стороны есть службы безопасности, которые понимают, что такая ситуация идет, и поэтому все места, где идет управление войсками, где принимаются решения, где принимаются решения по обеспечению войсковых операций на фронте, то есть такие узловые решения по тылу, где принимаются политические решения. Там везде работает либо служба военной контрразведки, либо служба СБУ, то есть общая контрразведка, общая система безопасности, у которой есть технические службы, которые проверяют все кабинеты на то, чтобы там не было жучков, проверяют вашу компьютерную сеть на то, чтобы не было хакеров и так далее и тому подобное. И, соответственно, есть вещь, которая обеспечивает такую безопасность, и даже в Украине есть сертификация, то есть, грубо говоря, когда СБУ обследовало кабинет, где будут работать военные, то оно выдает сертификат, что в этом кабинете, значит, все чистенько на тот момент, когда было проведено обследование. Я вам должен сказать, что на самом деле это очень опасная вещь, этот сертификат, потому что может сложиться впечатление, что если вы получили сертификат, то все, теперь будет чистенько. Понимаете, а это ведь точно так же, как тест на ковид, да, вот тест на ковид или там, я не знаю, на любое заболевание, он дает ответ вот на ту минуту, когда у вас взяли кровь. И он вас не гарантирует от того, что через полчаса после того, как вы получили тест отрицательный на ковид, вы его не подхватите где-нибудь еще в соседнем месте и не заболеете таким самым заболеванием или любимым другим заболеванием. Вот та же самая проблема с безопасностью. То есть, этим надо заниматься. Это есть, конечно, какие-то результаты, но на самом деле это процесс. И вот этим процессом, то есть это вещь, которая занимается регулярно, в самых больших кабинетах это делается ежедневно, может быть, даже по несколько раз. Там я имею в виду кабинет президента, допустим, кабинет главы офиса президента, основных советников и так далее. Плюс им высказывают служба безопасности, рассказывают, как нужно заниматься обеспечением безопасности, потому что вы можете иметь защищенный кабинет, но при этом вы можете купить себе китайский телефон, смартфон, да, и по нему рассказывать какие-то секреты военные. И вас будут слушать китайцы. Если вы купите американцы, то вас будут слушать американцы. Если вы купите какой-нибудь, который вам подсунут, вас могут быть слушать россияне. Вся эта история с жучком в кабинете заложного, это все-таки, я вам должен сказать, что это перегретая немножко вещь, потому что стали делать из этого очень много выводов, что вот как же такая жуткая ситуация. Хотя на самом деле это доказывает, что служба безопасности работает очень хорошо, потому что она нашла этого жучка. Да, она нашла его и все, и значит он таким образом был разоблачен, причем сказали, что на самом деле, возможно, это была какая-то старая-старая закладка, потому что было похоже, что это даже не современный какой-то механизм, а какой-то там чуть не советского, советских времен какой-то там жучок, который там никуда не мог передавать, с сетями не подключался. То есть он в смысле техники, это не хай-тек, а это лоу-тек, да, и в этом смысле тут еще остаются вопросы вообще, откуда взялось. Может быть, это просто какая-то странная штука. Не исключаю, кстати, вот такого варианта, потому что мы сейчас видим последние там недели две-три, значит, очень сильные брожения вокруг фигур Зеленского и Залужного, вокруг их противостояния, настоящего или придуманного, вот, и, соответственно, это может быть и политическая акция, кто-то просто хотел надавить либо на Зеленского, либо на Залужного, либо чтобы они поругались и так далее и тому подобное. То есть здесь версии на самом деле сколько угодно, но вот если смотреть на это чисто шпионскими мозгами, то я вам должен сказать, что вот само объявление того, что этот жучок найден был в кабинете у Залужного, это противоречит абсолютно всей шпионской практике, потому что, знаете, в фильмах... Конечно, конечно, потому что это, вы знаете, это вот точно так же, как мы с вами неоднократно уже смеялись, когда, допустим, Кирилл Абуданов выходит и говорит, у меня крот в Кремле сидит, да, и я вам говорил, что это вообще троллит, троллит просто он ФСБ, потому что если у него, правда, крот сидит, то он зачем выходить об этом и рассказывает. И вот, вы знаете, такая бывает ситуация в фильмах, в западных шпионских, когда, значит, вы находите, или там человек, которого послушают, находит этого жучка, и такой силой, значит, он берет его, выдергивает эти провода, там, значит, и ты, значит, каблуком сапога или ботинка раздавливает этого жучка и говорит, вот, гады, вот вам, сволочи, не будете вы меня слушать. На самом деле, это абсолютный идиотизм, это идиотизм, то есть это красиво, да, по-киношному, но это абсолютный идиотизм, потому что вот если бы это был я шпион профессиональный или кто-то из моих коллег, если вы находите где-то какое-то послушивающее устройство, то вы, во-первых, никому об этом не говорите вслух, то есть рядом с этим устройством. Вы уходите в какой-то другой кабинет и говорите, что мы нашли жучок, вот, а дальше важно понять, кто вас слушает, то есть надо будет порыться, кто вам мог его поставить, и в любом случае этот жучок становится каналом дезинформации. То есть когда вам надо будет слить какую-то дезу противнику, вы будете выходить под этот жучок и шепотом говорите, ни в коем случае вот страшная тайна, вы знаете, мы вообще готовим там наступление, условно, на Харьковском направлении в то время, как вы его готовите реально на Херсонском. И вот, значит, если это вас слушает какой-то там враг, то он будет сосредотачивать свои силы, значит, на Харьковском направлении, а в это время снимать их с Херсонского, и таким образом вы получите преимущество в военном деле. Это, кстати, происходило много раз, и уже в реальной жизни такие вещи были. Кстати, французы, например, ну, так сказать, как их называются, коалиция, антигитлеровская коалиция, очень много пудрило Гитлерову мозги, потому что хотели высадиться в Нормандии, а говорили, что будут высаживаться на Корсике, там будут высаживаться на юге Франции, в Испании, в Португалии, где угодно, только не там, где реально начали высаживаться. То есть такие вещи, конечно, делаются в реальной жизни совсем по-другому. И то, что эта история попала в СМИ и очень широко обсуждалась во всех украинских СМИ, доказывает, кстати, что ею занимались не профессионалы, и что, скорее всего, здесь все-таки больше не шпионство, а политики. Продолжение следует...